Память о подвигах советских солдат хранят многовековые горы Кавказа, где шли ожесточенные бои за вершины и перевалы, которые были стратегически важны для обеих противоборствующих сторон. Сегодня на многих кавказских перевалах, свидетелях тех событий, стоят памятники и обелиски в честь героических защитников. Ухаживать за ними и возлагать цветы стала доброй традицией инициативной группы Зеленчукского отделения КПРФ и их единомышленников, которые каждый год совершают восхождение к местам боевой славы. В этот раз вместе с ними на перевал Пхия отправилась и Фатима Даурова. С раннего утра у Зеленчукского отделения КПРФ собираются участники группы восхождения. Традиционного марша рывка в горы ждали весь год. Сразу же после прошлогоднего визита на Марухский перевал, организационный комитет наметил следующую локацию – перевал Пхия, 2749 метров над уровнем моря. Красные знамена ждут своего часа. Они готовы украсить пылающим цветом автоколонну, которая потихоньку выдвигается на маршрут. Данную акцию Общественный организационный комитет по проведению патриотических мероприятий приобщил к 80-летию освобождения Кавказа в Великой Отечественной войне и в поддержку специальной военной операции. Разницу времен и событий, как никто другой, ощущает самый возрастной участник восхождения – Николай Константинович Шолухов, который уже не первый раз в составе этой группы поднимается на перевалы Победы. Война застала его в совсем юном возрасте, но детские воспоминания до сих пор не утратили печальных красок происходившего. Я помню, как, например, провожали на фронт. Это были деревни, подводы, группы подводы, ввозили их на сборные пункты. И помню, как меня дядя несет на руках. Это было, наверное, мне года три. И я ведь все равно запомнил. Мне говорят, ты, наверное, не помнишь, ты, наверное, придумаешь. Вот я это помню. Но и дяди уже больше не было. Его похоронка была. Митинг у мемориального комплекса открыла организатор данной патриотической акции, депутат Народного собрания Карачаева-Черкесии, первый секретарь Комитета Зеленчукского районного отделения КПРФ Роза Чучаева. Наш долг перед поколением победителей – сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего воина, отдать дань благодарности за героический подвиг. Эта память помогает и сегодня противостоять нацистам на территории родной нам и братской Украины. Официальная часть мероприятия продолжилась приятной миссией. Двум участникам восхождения – ветерану Байконура, принимавшему участие в запуске в космос Юрия Гагарина Николаю Шолухову и ведущему инженеру Сао Ран Сергею Драбику были вручены памятные медали ЦК КПРФ «100 лет СССР». Почетными грамотами были отмечены коллективы организаций, которые принимают активное участие в массовых патриотических мероприятиях. Ровно 80 лет назад наши солдаты-альпинисты в тяжелых условиях. В феврале Эльбрус – очень суровая вершина. И они предприняли такую очень сложную попытку и сняли немецкие флаги с вершины Эльбруса. Тем самым начался вот этот отгон фашистских захватчиков с перевалов Кавказа из наших земель. И вот мы, у себя 80 лет, тоже поднялись на вершину в суровых условиях. Среди железных свидетелей железной стойкости солдат Красной Армии появился новый. Участники массового восхождения установили памятную плиту, которая после закрепления встала в ряд с другими установленными ранее различными группами активистов в разные года. Копия знамени Победы, штурмовой флаг 150-й, ордена Кутузы во второй степени Идритской стрелковой дивизии, водруженный 1 мая 1945 года на крыше Эльхстага в Берлине, развился на флагштоке у памятного мемориала перевала Пхия. Подобные мероприятия лишний раз доказывают и показывают нашей молодежи, что эта война была и ценой наших солдат, ценой жизни наших солдат была завоевана эта победа. Одной из ярчайших страниц битвы за Кавказ представляют собой боевые действия в горах Карачаева-Черкесии, развернувшихся с августа 1942 года по январь 1943. Именно здесь, на перевале Пхия, в августе 1942 года шли самые ожесточенные бои. Но тем не менее немцам удалось взять высотные точки нескольких перевалов, форсировать взыбь и захватить населенные пункты Абхазии. В этих боях Красная Армия понесла тяжелые потери. И уже в сентябре, благодаря подоспевшей помощи, нашим бойцам удалось сначала остановить, а потом отбросить боевую группу вермахта обратно к перевалам. 20 октября наши бойцы наконец-то смогли окончательно сбить гитлеровцев с наших высот. Сегодняшнее восхождение – это очередная лепта в сохранении священной памяти защитников Родины. Наследники героического прошлого великой страны дальше несут эту память и гордость за победу и победителей. Фатима Дурова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаева, Черкесия.